Самый сильный мир всего, самые активные, которые мы очень любим, на чьем мнение мы ориентируемся, были приглашены вот таким письмом счастья на конкурс. То есть приглашены Игорь Кареткин, Елена Смирнова, Антон Ганжа, Медали Рябкин, Владимир Попов, Оскар Ахмедов, Татьяна Луковецкая, Андрей Плохин, Алексей Лещенко рассказать о том, каким будет 13-й год. Они свои прогнозы должны принести, написанных на листочках, мы их положим вот в такую волшебную бутылку, через год раскроемся, зададим комиссию, и тот, кто из них победит, то есть чей прогноз оказался наиболее достоверным, получит ящик коньика. То есть я хочу, чтобы вы поддержали смену, да? Попробуйте, наиболее. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня прогноз бессимистический. Я вот слушал Олега, и я считаю, что он прав, или очень-очень риск, как право говорить, то, что я чувствую. Значит, я думаю, что рынок в следующем году будет меньше, чем в этом. Я думаю, что он попадет где-то процентов на 10-13, вот так вот. Поэтому мой прогноз на следующий год – это 2,4 миллиона новых рекордов в России. Рынок будет бессимистический. Спасибо. Добрый день. Как ни странно, мы работаем в цикле компаний, представимый груз, но прогнозы у нас абсолютно разные. Ну, пару слов об этом году, где без коммерческих автомобилей, без грузовых, уже более-менее понятно, рынок будет 2 миллиона 150 автомобилей. При этом, если брать этот груз, это 12,7 к прошлому году. Если брать премиальный сегмент, то премиальный сегмент вырос быстрее, даже больше, чем в 2 раза. То есть прирост по премиальному сегменту, это 12 марок, даже и Гульго, и Лексус, кроме немцев. И, соответственно, где-то 25-28 процентов природы в прошлом году по премиуму сегменту есть. Ну, если там ноябрь, ой, ноябрь, декабрь будет прям уж совсем таким праздничным, то будет 28 процентов. Если средненький, то будет 25 процентов. Соответственно, по следующему году я бы согласилась с дорогом в том, что это либо 0, либо минус что-то 2-3 процента. Чтобы обозначить общий тренд немножко в минус 2,850, без грузовиков коммерческих, и по премиальному сегменту, как ни странно, распадать не будет, он будет расти. Опять же, появляется маленькая модель, и у премиального сегмента есть большой плюс. Марки могут опускать цены, завязать в массовый сегмент. Таким образом, делается спрос достаточно эластично. А в следующем году у больших премиальных марок появляется новая автомобиль, да, в сегменте А. То есть, к примеру, появляется заказ новый, у аутер появляется новая трешка, в том числе трешка имузиум. То есть, у меня модель может проскачать рынок и намного больше, чем 2 процентов с премиумом. Наш прогноз на следующий год стабильный. Да, я его помню. Хорошо. Нет, вы можете оставить. А потом? А, смотри. Понимаете. Этот год мы закончим с LCB, так называют автостат. В 1994. В следующий год мы планируем в 1996. Практически. Рально. В будущем мы планируем на следующие года, что придет некоторая стабильность. Доля отечественных импортных брендов стабилизируется. Где-то по импортным брендам будет 78%. Доля лады, как там было в анкете, где стабилизируется будет на уровне 16%. Toyota будет лучшая рынка в следующем году, но я как на прошлой встрече говорил, у нас просто очень много новинок, очень много выходовых моделей. Практически. Да, будет. Сожарно. Спасибо. Присаживайтесь. Согласен полностью с предыдущим оратором. На самом деле, цифры даже те же самые. На самом деле, не только Татьяна Марковна у нас составила 2, ей составит 7. Прогнозы. Закончил я выбор этих прогнозов где-то вчера, наверное, на полвторого ночи на работе. То есть, отобрал, наверное, все-таки 2. Пессимистичный прогноз, наверное, все-таки 2.6, оптимистичный 2.8. Но вот это без рецепта. Импорт был в автомобиле, будет расти. Мы видим, как на сегодняшний день динамику роста. То есть, будет расти существенно. То ли Lada 16% согласен. То ли иностранных брендов вырастет, марок вырастет несущественно. Тем процентом надо, где-то 78. И только немецкие тройки полностью с согласен будет расти. То есть, именно за счет сегментов, вот Мерседес, АВ класса, Аудиатри, 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 Спортбэк, где-то 4-2%. То есть, вот этот прогноз. Мы ожидаем, что в декабре все-таки будет увеличение продаж, связанное с сезонной активностью. И первые 10 дней нашего контрактования, говорят сами за себя, на сегодняшний момент мы контрактуем, да и вы, наверное, согласитесь с этим, мы контрактуем лучше, чем в ноябре. Поэтому декабрь внушает такой осторожный овтимизм. Вот мои вакцинарии. Мы не так пессимистичны, как уважаемые партёры. Мы смотрим будущее с осторожным овтимизмом. Наш пессимистический прогноз – это 3 миллиона с копейками. То есть, рост плюс 1,5%. Наш оптимистический прогноз – 3,19%. Рост плюс 7,4%. Рост пенсионеров – это с учётом LCA. То есть, это полностью рынок с учётом отечественных автомобилей и вверхи количества. Почему? Основные, да, при этом аномарки будут расти активнее, чем автомобили российские. И почему это? На это мы считаем, будет влиять три основных фактора. Во-первых, это наш старый парк. Парк наш продолжает быть старым. В основном, это автомобили старше пяти лет. Поэтому, хочешь не хочешь, машины меняться будут. Потребительский спрос будет иметь место быть. Второй, конечно, это рост бюджетного сегмента, который в этом году уже вырос значительно, мы увидим с вами, на 2,7% пункта. Это автомобили, которые производятся, иномарки, которые производятся на территории Российской Федерации и показывают достаточно уверенную тенденцию к росту. И третье, это, конечно же, рост премиального сегмента, который прекрасно показал себя в кризисе и продолжает также наращивать свои обороты. Это то, что будет способствовать пессимистическому рынку продаж. Если же на это наложится еще стабильная экономическая ситуация, то есть спокойствие в Европе, спокойствие в мире, учет цены на нефть, цена не будет скакать, доллар не будет скакать, я уже не буду проваливаться. Тогда мы считаем, что рынок будет улучшаться, и мы придем к оптимистическому сценарию 3,1.9 миллиона. По поводу уходящего года, ну, оценка совпадает 2,1.4, 2,1.6, будет общий уровень примерно. Год, можно назвать второй уровень года, это желтизна, это борьба с фейками, вернее, мы пытаемся нести до производителей своего мнения о том, что невозможно больше заниматься фейками. Наш прогноз, что в первые полгода следующего года будет снижение по сравнению с 2019 годом, в дальнейшем пойдет рост. Несмотря на то, что снижается наш экспорт нефти, и немножко снижается статистика у нас, несмотря на это, мы должны помнить, что у нас и будет олимпиада, и это какой-то такой большой макроэкономический показатель, который будет реять в том числе и потребителей северных России. А так, в целом, наш прогноз на следующий год, это цифра 2,88, это включается и в учебные. То есть, были бы очень рады, если 2014 год, это будет неким нулевым годом, после которого пойдет уже отчет истории цивилизованного рынка. Прогноз на следующий год такой, что у их спад небольшой, потому что все-таки основные, очень большие объемы продавец в Москве, она будет сдуваться уже объективно, потому что уже нет возможности столько машин потреблять при насыщении плитской. В регионах будет примерно такой же уровень, поэтому примерно, я думаю, это вот, там, 2,8, 1, 2,8, где-то вот, я думаю, в Сельсиве, естественно. Вот, по поводу таких вот нюансов, я считаю, что, да, в прямом сегменте будет стабильно, будет расти, там, по-моему, 4,1 поставили. Явно показали, что все крупные, только, там, тройка немецкая, конечно, не требует, борются друг с другом, дешевые модели, если бы я говорю. Но, я считаю, что основной рынок, да, будет злоупосток, будет расти гораздо быстрее, чем мы сейчас думаем, потому что в регионах он будет расти только за счет этого, и будет переспределиваться, средний сегмент будет очень сильно заработать. Я думаю, те прогнозы, которые делают компании в массовом сегменте, они очень... Артиментичны. Ну, с учетом всего вот этого, даже появления, там, новых тех самых, там, армия, вот, дешевых машин, все, все равно, я думаю, что это будет, где-то, боюсь. Это при условии, что не будет глобально, где-то, кризис, не будет. Будет череда определенных, скажем так, драматических изменений в виде банкротства, закрытия отдельных предприятий, неэффективных. Я думаю, они будут независимы от сценария, то есть будет кризис, не будет, такая ситуация будет выглядеть. Вот, на этот вопрос. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что касается прогноза рынка, мы думаем, что рынок будет стагнировать в следующем году. Если будет рост, то абсолютно незначительный. Ну, там, в своей прогнозе я указал, например, 2,9 миллиона. Это практически показатель этого рынка, который мы ожидаем в этом году. Это в год. Вот, поэтому 2,9, думаю, где-то так, ну, может быть, 2,9-5. Вот здесь я только что услышал вот слизистый прогноз, который Алексей сказал. Это то, что там ниже будет. Ну, не знаю, так и специально мы это не видим. Мы будем полностью согласны с этой ситуацией в Москве. В Москве мы видим доступное освещение. И в дальнейшем будет просто, наверное, происходить эрберс-пределение в пользу премиум-сегмента, ну, и такого масс-премиума. То есть люди будут делать апгрейды, приниматься дальше уже по качественной, так говоря, лестнице. Вот. И в регионах мы также видим, согласно, мы, ну, здесь Алексей сказал, будет так же. Мы видим рост все равно, потому что есть еще потенциал в следующем году. Мы не согласны, что насыщение рынка наступило. Просто ситуация такая в целом, наверное, и в стране, и в мире, вот, она не располагает оптимизму. Поэтому, в принципе, в долгосрочной перспективе мы, конечно, видим положительный вектор развития рынка. То есть до тех пор, пока страна не выйдет на показатель, наверное, где-то там порядка 400 машин на 1000 жителей, мы видим в достаточно перспективе рост. В следующий год мы достаточно не пессимистично, а консервативно оцениваем. Вот. Поэтому регионы будут еще расти. Но, опять же, это будет происходить перераспределение с Москвой. Вот. Ну и по маркам будет происходить перераспределение. Мы думаем, что где-то, наверное, АвтоВАЗ, может быть, 1% потеряет. Я не знаю, какие были здесь прогнозы по АвтоВАЗу. В целом, конечно, такая достаточно тяжелая конкурентная ситуация для них. Но, с другой стороны, замечательная команда, сегодня там работают. Правда, я всегда это говорю. Молодцы. Они, на самом деле, хотят что-то изменить и знают, самое главное, как это сделать. Поэтому я вот верю в то, что в срочке в срочке будет у них все хорошо. И те, кто их списывает, по-прежнему, со счетов, вот, выступлений, я слышал, там, надо сменить, кто-то говорил, ну, там, АвтоВАЗ можно забыть. Вот. Они очень, мне кажется, ошибаются. Вот. Там, правда, очень правильные вещи. Вот. Поэтому... Но в следующем году по-прежнему еще в силу того, что модельная линейка, наверное, требует обновления. Вот. Плюс производственной мощности на пользующейся спросовой модели еще не в полной мере готовы. Ну, вот. Поэтому мы думаем, что 100% потеряет, и будет где-то, там, 17% в связи с этим рынком. Вот. А что касается, соответственно, иномарок, конечно, не выросло. Где-то 78% вот, наверное, объем. Вот. Вот. По БУ, 120 тысяч, по-моему. То есть, подождей, что падение в нашей сегодняшней ситуации, наверное. Именно по импортам. Вот. Вот. Ну и 4% премиум.